Это самый древний христианский храм, когда-либо найденный археологами в России. Его архитектура, как две капли воды, похожа на православные святыни Абхазии. Аналог храм Симона Канонита в Новом Афоне. Поскольку образцы, предшествующие, скажем так, постройки, находятся на территории Абхазии, можно, а мы пока в процессе работы датируем данный памятник 9-10 векам строительства, то мы можем полагать, что эта территория, южная часть Сочинского района, входила в состав Абхазского царства, которым управляла династия Леонидов. Это примерно с 8-го по 10-е века. С трех сторон храм окружали оградительные притворы. Позднее их стали использовать как усыпальницы. В одной из них археологи обнаружили останки семейной пары. Найдены и ценные детали. Бронзовая застежка для Библии, крест, венчавший купол храма, фрагменты лампадок. Кроме того, строилась святыня, как уверяют специалисты, с учетом климатических особенностей Сочи. Вот это как раз те самые керамические трубы вентиляционные, которые обеспечивали хороший обмен воздуха и атмосферы внутреннего храма. Они находятся в слое горения, в каком-то слое пожара. Именно сильный пожар и превратил этот византийский храм в руины, уверены археологи. Сейчас уцелевшие артефакты они передают в Сочинский музей истории. Долгое время среди археологов бытовало такое мнение о том, что территория меритинской неизменности бесперспективна в археологическом плане. Но, однако, вот раскопки показали, что эта территория была густо заселена еще в древности. Храниться в городских запасниках находкам, скорее всего, придется недолго. Сейчас Институт археологии Российской Академии Наук ведет переговоры с Олимпстроем о создании на месте найденного храма музея под открытым небом. Это большая удача, то, что он был найден, и причем он находится в зоне такой вот территории, которая через 4 года будет самой посещаемой территорией в мире, да, вот во время Олимпийских хитр. И, безусловно, это будет изюминка всего Олимпийского парка, который строится в Америтинской неизменности. Если храму присвоят статус музея, эстафету у археологов примут реставраторы. Они и воссоздадут то, что было утрачено 11 веков назад. Кристина Лосева, Новая телевидение Кубани, Сочи.